Всем привет, друзья! С вами Мэн Элвагор и сегодня мы будем смотреть, какое оборудование надо ставить на объект 777 вариант 2. В принципе, машинка довольно-таки прикольная со своей стороны, но к ней надо привыкнуть. Привыкнуть надо, потому что она, как для 9 уровня, очень картонная, специфичная, плюс центральное расположение башни делает ее довольно-таки уязвимой. Ее все пробивают и, собственно, учитывая то, что это советский танк и здесь очень плохая точность, это 0.4, собственно, в стоке здесь точность 0.42, это как бы учитывая уже те модули, которые я поставил сюда. Итак, в принципе, сейчас давайте мы рассмотрим, с чем, собственно, ее надо катать, с какими модулями. Почему? Потому что танк, как я уже сказал, очень специфичный, очень плохая точность, очень плохой разброс на 100 метров, стабилизация отсутствует, от слова совсем. Вот, собственно, сейчас у меня стопроцентный экипаж и, как бы, есть перки радиоперехват, боевое братство и орлиный глаз, но, в принципе, здесь единственное, что может повлиять на оборудование, которое мы сейчас будем ставить, это, собственно, боевое братство. Радиоперехват, орлиный глаз, как бы, ну, то есть на просветленку, но просветленка этому танку просто не нужна. Итак, поехали. В принципе, я убираю доппайок, сразу же становится разброс 0.39. Плюс убираю здесь, здесь плюшку на вентилятор тоже убираю и так-так-так. Итак, поехали. Собственно, будем разгонять исключительно как раз огневую мощь, потому как этот танк очень сильно страдает за счет своего ствола. Даже когда он выходит на размен, вероятность того, что он попадет, довольно-таки крайне низкая, а то, что он примет, это очень велика вероятность, потому что этот танк, как я уже сказал, ну, зачастую картонный, и это пока что его не все знают, куда пробивать, но спустя месяца 2-3, а то полгода, его будут шить абсолютно все, и абсолютно никто не будет его видеть, как за конкурента. Само собой, это орудийный досылатель. Мы его сразу же ляпаем, и у нас становится сразу перезарядка 11.74 секунды вместо 13.04. Зарядка, кстати, орудие очень долгая, как для такой эльфы, как для 9 уровня. Ну, то есть, даже взять польский премтанк 8 уровня, поляк, 50 ТП прототип. Собственно, я с ним как раз этот танк сравнивал, потому что они внешне очень похожи, очень похожи. Как форма башни, так и форма корпуса. Ну, и плюс то, что они низкие, сплюснутые. Они очень похожи между собой. И, как бы, в стоке этот танк заряжается 13 секунд, поляк заряжается при обвесе, ну, то есть, с обвесом 10.5 секунд. 10.5, Карл, это 8 уровень. Альфа такая же, 440. Ну, ладно, идем дальше. Ставим здесь досылатель. Это обязательный. Тоже здесь очень долгое время сведения, 3 секунды. 3 секунды, это очень долго. Само собой, это все надо разгонять, поэтому мы по-любому должны ставить стабилизатор. Стабилизатор или же приводы наводки. Ну, приводы наводки, они, как бы, больше для сведения. И у нас сразу становится 2.5 время сведения. Но приводы наводки, это, как бы, не главная проблема. Ну, то есть, сведение, это не главная проблема этого ствола. Здесь напрочь отсутствует стабилизация. Поэтому нам обязательно надо ставить все-таки здесь, где они находятся, усиленные приводы наводки. Ой, поставил то же самое. Стабилизатор, где он? Вот. Нам обязательно надо ставить стабилизатор на орудие, для того, чтобы оно стало чуть-чуть точнее. И последним, что мы ставим, это, само собой, вентилятор. Почему вентилятор? Потому что вентилятор улучшает все характеристики танка. И учитывая то, что здесь абсолютно всратый обзор, то есть вот сейчас вот так убираем, 400 метров, без боевого братства и без нормального экипажа, здесь обзор, там, 300 с копейками вроде. 396. Ну да, 396 обзор. Радиоперехват 384. И Орлиный Грасс 377 миллиметров. Базовый обзор. Это очень мало. Очень мало. Как для тяжа девятого уровня. Поэтому, если у вас плохой экипаж, ну, я думаю, у каждого есть хороший экипаж на советский танк, поэтому можно его сажать. Ну, то есть, плюс Орлиный Глаз. Виртуоз. Ну, это такое. Это на мобильность влияет. Это нам не особо важно. Радиоперехват Орлиный Глаз плюс Братство дают максимальный обзор, вот, 405 метров. Если мы ставим сюда вентилятор, становится 415 метров. Это немного. Это вообще немного, как для девятого уровня. Но хотя бы что-то. Почему вентилятор? Потому что вентилятор также и влияет на разброс на 100 метров. То есть, на стабилизацию снова-таки. На время сведения и на зарядку оружия. То есть, он, в общем, влияет на все модули положительно. И становится все показатели лучше. Этот танк я катал также с доппайком. Это очень сильно помогает, потому что у нас сразу же разброс становится с 0.39, он становится сразу до 0.37. Это уже намного лучше. Снова-таки, зарядка оружия, орудия у нас уменьшается до 11 секунд. И время сведения становится 2.5 секунды. Это уже очень круто. Плюс я также рекомендую к оборудованию также на вентилятор ставить плюшку. Ну, то есть, максимально разгонять танк. И вот сейчас мы получаем максимальный разгон при стоковом оборудовании. Ну, то есть, обыкновенном оборудовании. Это 0.37, разброс на 100 метров. Время сведения 2.5 секунды. И заряжание 10.89. Ну, по сути, 11 секунд. То есть, это максимум, что мы можем разогнать с хорошим экипажем, с доппайком и с оборудованием обыкновенным. Идем дальше. Можно также здесь поставить боновое или трофейное оборудование, которое вот оно есть. Трофейное. Ставим, допустим, досылатель трофейный. Тут стабилизатор, который тоже... Ну, ладно, давай боновый. По сути, одно и то же. Что боновый, что трофейный, это одно и то же. И давай вентиль. Ну, то есть, максимально, как его можно разогнать. Плюс вентиль боновый. Плюс доппайок. Плюс плюшка на вентилятор. Ну, это как бы такое, не важно. Во-первых, обзор. Кстати, 444 метра. Уже лучше. Итак, смотрим. Максимально, как можно разогнать этот танк. Ну, вот это сейчас максимальный обвес. Просто максимальный. Лучше вы ничего не сделаете. Доппайок есть. Вентилятор, стабилизатор, досылатель и плюшка на вентилятор. Мы получаем максимальный урон в минуту 2500. Это, если честно, ни о чем. Есть прокачиваемые танки, целая куча, у которых за 3000 средний урон на 9 уровне. Здесь 2,5 максимум. Максимум. Самый максимум, что вы можете выжать, это 2500. Плюс. У нас получился разброс на 100 метров 0.36. Время сведения ровно 2,5 секунды. И зарядка орудия 10,5 секунды. Это как бы плюс, но как бы и нет. Потому что каждый раз, играя с доппайком, вы попадаете на минус 20. Плюс. Этот танк очень хорошо играется на голде. Потому что голда здесь пробивает 340 миллиметров. Это очень круто. Даже как для десяток. На десятках такое пробитие голдой. У самого топового тяжа. Это объект 277. Это самое большое пробитие голдой, кумулятивом, который собственно у него и есть. Кумулятивный снаряд. На 10 уровне. Здесь у него такие же кумулятивы. То есть пробитие здесь хорошее. Поэтому на голде он очень хорошо играется. И вот это максимальный, который может быть разгон. Можно поставить вместо стабилизатора приводы наводки. Это как бы улучшит сведение до 2. 2.22. Время сведения у нас будет. Но стабилизация от этого ухудшится. Снова напомню. У этого танка стабилизации нет. И хоть на цифрах вроде все неплохо. 0.36. В сведении 2 секунды. Там 10.5 секунд заряжаешься. Это все полная фигня. Он в упор не попадает чаще. Чем на дальние дистанции. Он в упор. Вот у меня было. Я вчера играл на нем стрим. В упор он в танк не может попасть. Есть буквально какой-то пикселек. Что вражеский танк туда не попадает. В отрисовку. Оно туда полетит. Но оно не полетит в танк. И я заметил то, что чем дальше танк. Тем ты в него лучше попадаешь. Чем он ближе. Тем ты в него хуже попадаешь. Поэтому старайтесь больше играть со средней дистанции. И это будет самое оптимальное. Вот это действительно факт. А так я думаю его не стоит катать с усиленным приводом и наводкой. Его надо катать именно со стабилизатором. Потому что стабилизатор это единственное, что вас спасает в плане комфорта стрельбы. Он очень сильно косой. Поэтому это единственное, что вас может спасти. Но я думаю большинство людей не будет на доппайке катать. Здесь будет просто автоматический огнетушитель стоять какой-то. И собственно какой-то хороший экипаж. Поэтому вот такой вот у вас должен быть набор. Это вентилятор, досылатель и стабилизатор. И если есть у вас плюшки, это ставить на вентилятор само собой, чтобы улучшить. Ну или допустим на стабилизатор. Ну вот это, ну с вентилятором будет лучше, потому что в общем комфорт игры будет намного лучше. Поэтому я здесь советую тоже ставить плюшку на вентиль. И тогда вот у вас получится такие. Точность 0.38 это очень плохая. Время сведения 2.6 и перезарядка 11.4. Это довольно таки долго. Ну я считаю, что на 9 уровне это в общем плохой танк. Действительно плохой. На нем в лоб не поиграешь, потому что нет брони. Со средних дальних дистанций ты не поиграешь, потому что нет точности абсолютно. Ты просто не попадаешь. 0.38. Ну и плюс средний урон в минуту. 2.300 это ни о чем. Зарядка 11-12 секунд для тяжа 10 уровня с альфой в 440. Ну это ни о чем. Это просто поиздевались над игроками и собственно впихнули такой танк. Так что вот так вот. Вот такой вот набор. Я всем советую с этим катать. Я с этим катаю. Вот собственно у меня сейчас это все таки стоит. Стабилизатор, досылатель, вентилятор, плюшка на вентиль и докпайок. Вот как я катал весь стрим. Да, я уходил в минус. Да, у меня каждый бой шел в минус где-то 5-10 тысяч. 15. Если я стрелял голдой, это еще больше. Я стабильно так катал. Как бы экипаж у меня, ну не скажу, что хороший, но неплохой. И собственно вот так. Ну, в общем на танке я не особо советую катать, потому что кроме разрыва пуканавы ничего не получится. Кайфа от этого танка нет совсем. Но зато на нем за счет этого можно повышать статистику, свою статку. Потому что у всех людей такая проблема. Если вы будете играть аккуратно от второй линии, пытаться как можно чаще стрелять, пробивать врагов и играть на голде. Тогда вы на нем легко сможете фармить свою статистику. Так что вот так. Вот такой вот собственно набор. Также по снарядам, в принципе, я рекомендую даже больше возить с собой, чем 11 кумулятивов. Потому что снарядов у него довольно-таки много. А если ты попадаешь с десятками, там только кумулятивы. ББшками он как бы и пробивает 258. Но этого зачастую не хватает для того, чтобы адекватно перестреливаться. И учитывая точность, если ты попадаешь, надо 100% пробивать. Поэтому я советую играть в основном на голде на нем. Это факт. Возить так же с собой парочку фугасов. Вдруг надо будет кого-то добить. Или сбить там какой-то захват. Вот такой вот собственно был видос. Я надеюсь он вам поможет. Я максимально, наверное, детально описал, почему надо ставить именно это. И что именно надо ставить. Поэтому я думаю вам это видео поможет. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Пишите в комментариях, с чем играете вы. И на чем вам больше нравится. И на чем лучше. Я обязательно отвечу. Так что вот так. Всем счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.